Джордж Буш, Стивен Кинг, Джон Роулинг, Элтон Джон, Раджеп Эрдоган, Петр Порошенко, Александр Лукашенко, Михаил Горбачев. Знаете, что объединяет этих людей? Все они попались на удочку пранкеров Вавана и Лексуса. То, чем занимаются эти двое, давно стали предметом дискуссий и вызывает полярные оценки. Одни называют телефонные розыгрыши безобидным хулиганством, другие уверены, это невозможно сделать простым людям и за Ваваном и Лексусом кто-то стоит. Сегодня мы расскажем о том, почему главы государств так боятся повестись на развод, который выставит их с неудачного ракурса. Но, несмотря на меры предосторожности, сильные мира сего все равно попадаются. Правда ли, что активность пранкеров может спровоцировать международный конфликт и поссорить государство между собой или же наоборот остановить войну? В этом видео мы соберем самые известные и необычные розыгрыши, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца. Меня зовут Артем, вы находитесь на канале Die5Top, мы начинаем. Кстати, если хотите приобрести у нас рекламу, то можете смело писать нам на почту или в телеграм. Я расскажу об очень интересной находке. Вы вряд ли знали, что в Инсте можно следить за лайками, комментариями и историями пользователя, при этом анонимно даже не создавая аккаунт. Есть такой сервис, который называется Инсташпион, где вы много узнаете от человека, который вас интересует. Ничего незаконного, но информация действительно ценная. Можно последить за своей девушкой, подругами или даже любимой порно-актрисой, чтобы увидеть их активность в Инстаграме и узнать, что им нравится. Также с помощью Инсташпиона можно узнать, кто заходил к тебе на страницу или тайно посещал страницу твоего партнера. Все это 100% анонимно и не требует каких-либо данных от вашего Инстаграм-аккаунта, а попробовать Инсташпион можно совершенно бесплатно. Просто попробуйте ради интереса, ссылка есть в описании. Но если не доверяете, например, своей девушке или своему парню, то лучше не надо, не расстраивайте себя. Продолжаем. Пранкеры Владимир Кузнецов, он же Вован, и Алексей Столяров, более известный под ником Lexus, получили главную награду в спецноминации «Мир должен знать» на церемонии вручения первой национальной премии интернет-контента. Награду видеоблогерам вручил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пожалуй, не все довольны их активностью, и это вполне понятно, но в одном можно быть уверенным. Если не брать в расчет морально-этический аспект, а судить только по эффективности, очевидно, эти парни настоящие профессионалы. Всемирно известная британская писательница Джоан Роулинг поверила, что российские пранкеры созвонили с ней от имени Владимира Зеленского и заявила, что поддерживает санкции против России. Притворившись Зеленским, парни разыграли и американского писателя-фантаста Стивена Кинга. Они попросили его написать в выдуманный сценарий про российских военнослужащих. Сразу скажу, что в этом ролике наша цель рассказать о розыгрышах и изучить именно это явление, поэтому видео не носит политический характер. Кстати, Ютуб удалил очередной канал Вавана и Лексуса. Об этом 9 июня блогеры сообщили на своей странице ВКонтакте. При попытке пользователя перейти на канал, сервис пишет, что эта страница недоступна. Вот что о блокировке сказал Ваван. Немного жалко, но это было ожидаемо. Так что грустим. Канал и так довольно долго просуществовал. Месяца полтора, наверное. Это долго считается. Думаю, новый канал создавать бессмысленно. Все равно его забанят. Пранкеры предполагают, что блокировка канала связана с розыгрышем бывшего президента США Джорджа Буша. В середине мая они позвонили экс-президенту Соединенных Штатов от имени Владимира Зеленского. Этот пранк, пожалуй, был самым резонансным. Беседа шла 40 минут. Ваван и Лексус уточнили, что вместе с Бушем во время разговора присутствовали несколько его помощников. Странно, что никто из них не заподозрил неладное. В таких разговорах парням иногда удается выцепить по-настоящему эксклюзивную информацию. На показанном отрывке беседы пранкеры первым делом поинтересовались у экс-президента США, правда ли, что он не хотел брать Россию в НАТО. «Нет, я не хотел, чтобы Россия была на краю НАТО», ответил Джордж Буш. Интернет помнит и звонок самому Владимиру Зеленскому. Тогда ваван и Лексус притворились с мэром Киева Виталием Кличко. «Ну я устал терпеть это. Я уже не... Ну давление ваше... Мое? Ну а че, мое что ли?» В интернете люди спорят, не являются ли эти шутки опасными. Насколько вероятно, что они, представившись другим человеком, могут развязать войну, остановить войну или иным способом повлиять на ход истории. В одном из последних интервью их спросили как раз об этом. Ваван дал следующий ответ. «Мы всегда очень аккуратны, особенно когда общаемся со звездами и политиками. Потому что про нас говорят, мол, только не начните третью мировую войну. Поэтому мы осторожны». На словах оно так, но на деле наверняка не обходится без давления на собеседника. Таков уж жанр пранка. Хотя сами блогеры называют свою деятельность пранк-журналистикой и настаивают на том, что это не совсем обычный пранк. Наверное, некоторые грани дозволенного им все же следовало бы соблюдать, чтобы не натворить лишнего. Еще один популярный в интернете вопрос. Пытались ли их самих пранкануть и попадались ли парни на телефон на развод? Мы специально изучили все интервью Вавана и Лексуса и нашли ответ на этот вопрос. Лексус заявлял вот что. «Нет, на самом деле мы, наверное, в этом плане не особо кому-то интересны. Мы ж пока не политики». Верить этому ответу или нет, решать вам. Вряд ли бы они признались в том, что их самих развили, если бы это действительно произошло. Занимается звонками не очень давно. Так, в феврале 2016 года Вавана Лексус сообщили, что разыграли по телефону президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана. А в июне 2014 Ваван дозвонился до президента Белоруссии Александра Лукашенко, представившись сыном Виктора Юнуковича. Лже-сын бывшего президента Украины попросил батьку предоставить его отцу временное убежище в Минске. Белорусский лидер тогда был уклончив, но дипломатичен. Вообще, конечно, страшно, насколько легко ведутся на розыгрыш главы государств, которые зачастую являются главнокомандующими вооруженных сил своих стран. Розыгрышей было так много, что рассказать обо всех просто невозможно. Напишите в комментариях, какие еще пранки Ваванной Лексуса вы помните. В том же 2014 году парни позвонили Михаилу Горбачеву и извинились от имени Никиты Михалкова за его призыв осудить перестройку и экс-президента СССР. По ходу беседы Горбачев даже согласился встретиться с подставным Михалковым. Удивительно, а ведь Михаил Сергеевич носитель государственных секретов и, будучи главой государства, имел доступ к любым данным, в том числе имеющим гриф секретности. Помните историю, когда Мамаев и Кокорин подрались в московском кафе с высокопоставленным чиновником? Назвавшись Виталием Мутков, Ваван тогда пообщался с президентом футбольного клуба «Зенит», а потом и с Александром Кокориным. Никто из них не заметил подвоха. По словам Вавана, попался на удочку и Элтон Джон. Парень позвонил ему от имени российского президента. Вавану помогал Лексусу, которого отлично английский. Лексус представился пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Звонили Элтону в тот момент, когда он был в Лондоне на своей студии звукозаписи. Разговор зашел о положении секс-меньшинств в России и в мире. «Если вы пригласите меня на гей-парад в Москве, я обязательно приму в нем участие», обрадованно заявил «знаменитый исполнитель». Это само по себе звучит смешно, но выдавая себя за Грету Тунберг, двое российских пранкеров разыграли премьер-министра Канады Джастина Трудо. Еще смешнее становится от того, что Ваван и Лексус уговаривали премьер-министра познакомить их с персонажами мультсериала «Южный парк» с Теренсом и Филиппом. Лексус и Ваван звонили даже генеральному секретарю НАТО. За 40 минут беседы Йенс Толтенберг рассказал много интересного. В частности, возможно ли вступление России и Украины в Альянс? Вокруг записи звонка тогда разгорелся нешуточный международный скандал. Так, официальный представитель НАТО вообще опровергла разговор Генсека Альянса с российскими пранкерами. Как она была на самом деле, непонятно. В одном из интервью парни поделились информацией о своих доходах. Судя по информации в прессе, мы очень много зарабатываем. Например, после пранка с Лукашенко некие эксперты писали, что подобный розыгрыш стоит миллион долларов. Увы, это не так, но мы открыты для различных интересных предложений. Пранкеров часто обвиняют в том, что они агенты спецслужб. Они сами утверждают, что не работают на заказ и жертв выбирают самостоятельно. А вы что думаете про это? Напишите в комментариях. Можно по-разному относиться к тому, что делают в Аван и Лексус. Однако, они остаются лучшими в своем узком жанре. Забавно, что звонков по-настоящему влиятельным российским политикам было мало. А до Путина или Медведева они так и не дозвонились. Но это можно оправдать тем, что на родине им не нужны проблемы. На этом все. Если хотите посмотреть еще одно видео на ютубе, то посмотрите мой ролик о том, кто из российских звезд поддерживает Россию, а кто Европу и Америку. Некоторые имена вас удивят. Ссылка в описании. С вами был Артем. Канал Die5Top. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok